привет друзья продолжаем изучать с вами ту охотничью карту на которой я был в августе который мне понравилось с двумя большими прикрываем микрофончик потому что ветер поднялся сейчас такой довольно сильный ветер и кстати ветер холодный ветер северо-западный прям уже ощущается дуновение осени такое все уже я говорю конец сентября так вот я на этой охотничьей карте как я и планировал вот как я вам обещал в прошлый раз планировал сюда подъехать и изучить ее получше и вот посмотрел я спутнику и карты нашел я тут такой небольшой глухой угол подъезд к нему с обратной стороны этих карт с дороги тут недалеко дорога там работает сельхоз техника в общем все это здесь близко и у нас не было последнее время таких прям сильных дождей поэтому в принципе ну не к самой воде но на машине подобрался насколько это было возможно подозреваю я почему-то что сейчас утка ну не будет осаживаться на большой воде хотя я могу ошибаться ребят это охота это природа до всего узнать невозможно но просто такая чуйка возможно она будет садиться там и очень интересное такое место такой вот лужица такая она огорожена лесом с одной стороны с другой стороны канал и такая посадка идет вот в общем интересно пройти сейчас будет по этому каналу туда через какие-то протоки как-то возможно мы туда пролезем посмотрим и если есть твердь что называется я там останусь посмотрим что это охота сегодня нам принесет довольно прохладно градусов 8 тепла я так уже немножко под утеплился но на солнце видите погода хорошая солнечно дождя нет вот облака такие до хорошие облака иногда такие прям черные тучи но пока дождя нет это хорошо на солнышке вообще приятно все ребят я собираюсь время у нас ну сейчас время уже почти четыре нормально успеем все разведать поставим чучело будем охотиться не пуха вот я как понимаю ребят сейчас вот этот вот канал здесь кстати вот такой есть мосточек это вот коса идет большая за ней еще один канал и вот если на тот выйти вот через эти косы то мы попадем на туда на большую воду на большие две вот этих два озера вот вот туда вот этот большой канал туда тянется к лесу и там же там же вот примерно вот в том секторе я выходил на воду вот в августе когда на разведку приезжал вот так вот и вот я помню я тогда вот тот канал проходил там там такая насыпь типа дамбы вот а вот это вот вот налево сейчас он нам и нужен вот этот канал чик такой поуже соединяющийся вот мы сейчас по нему налево поворачиваем ну там ничего сейчас не сидит у нас да и вообще я ребят думаю что сейчас конечно хоть и охотников значительно меньше уже так и сутрянки я слышал на карасе сидел сутрянки слышал уже так и постреливают меньше но утку по выбили она разлетелась так что сейчас не знаю что мы тут на охоте им сегодня с вами вот тут ребят вот такой есть узенький проходик вот на эту косу и оттуда вот оттуда вот 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 оттуда сейчас утка крякает давайте есть дождь сейчас крякнем это очень интересно не знаю может это охотник крякает но по крайней мере я не очень понимаю вот там впереди либо там есть этот проход либо его нет в общем я думаю что сейчас я просто вот здесь вот волоком лодку протащу вот здесь и выйду туда вот на эти лужи вот там они в том просвете время так уже на одном ускоряться потому что что-то я не вижу вот туда прохода может быть он тут где-то недалеко где-то она тут крякает здесь хорошее место ребят кстати говоря здесь прям отличное место у меня тут пока не так глубоко вот так вот ух ты а тут уже хорошо так засасывает Я уже на коленках тут ползу. Если там она и сидела, то сейчас она оттуда благополучно улететь должна. Продираемся, ребята, через вот эти кусты. Кусты, это сигнализация для утки. Она сейчас уйдет. Вот эта лужа, конечно. Конечно, чумовая лужа, ребят. Может, и не зря я сюда вышел. Да, прям такая закрытая, глухая лужа. Она здесь, вон она, вон она, вон она пошла. Снялась, конечно, я вам говорил. Это сигнализация. Вот этот весь тростник, этот рогоз. Это все сигнализация для уток. Она снялась. Ушла туда дальше. Одиночка сидела. Уже хорошо одна сидела. Но я и не рассчитывал с подхода, ребят. Сейчас эта утка вся ноженая. Она вся уже, конечно, крайне осторожная. Рыба вон тут плещется. Ну, тут вообще... Вот интересно, вот там вот тоже какие-то вот эти островочки, качкарник такой. Может, там где-то зацепиться. Вот эта вот коса меня интересует. Очень интересует. Ну, большая, побольше вот вода. Она вот за этой косой. Сейчас туда попробуем дойти. Сейчас будем туда пробовать долезать. Ну, вот такая вот здесь вот закрытая вот эта охотничья карта. Закрытый угол. Он довольно сложный в плане проходимости. Видите, приходится лодку и волоком тащить. И здесь вот это вот все. Вот эти вот водоросли. Весла прям моментально в них. Вот. Вязнут. Выть тяжело. Но все же охота туда выйти. А, вот он, он проход-то. Вот проход-то. Вот проход с того канальчика. А я волоком там. Ну, по-незнанке. Ну, ничего. Вот, кстати, да можно было и кутки сюда выйти. Тихо. Ну, ладно. А вот проход туда. Он весь, конечно, какой-то заросший. Сейчас попробуем, как туда. Это, это КамАЗы. Это КамАЗы. Это не выстрелы. Сейчас попробуем туда продраться. Эх, прям. Нафига себе. Все заросло. Нет, все это вообще не вариант туда. Эх, ребят, ну а что тут по глубине у нас? По глубине здесь вот практически, а я брода не знаю, ладно. Попробуем так вот пройти по пояс. Ух ты, тут уже вообще просто тут утонул. Очень топко. Нет, тут вообще уже, ребят, глубина прям вообще капитальная. Не пролезть, да, туда никак. Может, задом развернуться, попробовать задом. Черт знает. Прям опасно. Здесь еще более-менее. А тут вообще он по поясу в воде практически. Дамы, извините, по яйца. Не, не, не. Тут уже страшно. Так, теперь надо еще залезть сюда. Ох, е-мое. Слезть это одно, а вот залезть. Очень трудная карта, но очень интересная. И сейчас так еще получится, что тут встать негде. И будем мы с вами в лодке сидеть. Опа. Давай, давай, трясина. Пропускай. Опа. Еще немного. Опа. Опа. Есть, ребят. Продрался. Все, нормально. Сейчас тут увидим. Вот она, лужа. Куда я собирался. Вот она. Конечно, я тут всю птицу распрыгал. Если она тут была. Ой, фух, красота. Красота, ребят. Прям вот то, что я вам говорил. Закрытый, глухой такой угол. Ух, ты. Две пошли, две пошли. Здесь сидели и прям пошли так хорошо. Ух, ты. Да я так вдогонку лопанул. Конечно, я там не целился, ничего. Ну, а как это? Ну, уже все. Только весло опустил. Уже она в воде. Вон они все. Они оттуда снялись, улетели. Так, на чем же там этот ивник держится? Интересно мне знать. Неужели там все в воде стоит? И здесь глубоко. Здесь прям прилично глубоко. На чем-то же он должен тут стоять, этот ивник. А мне тут хорошо завязка. Так, лентки одеваем сразу. А он весь, он весь тоже в воде стоит. Не, ну, получается тут вообще нигде не встать. Ну, тут есть какое-то подобие почвы, но это все болото. Весь этот ивник стоит прямо в болоте, ребят. Причем тут есть даже гильзы. Да, он весь в болоте. Но тут еще более-менее, конечно, какое-то подобие бережка есть. Ну, вот это вот так вот все хлюпать. Это только вот так хлюпать. Да. Уж. Ну, теоретически, конечно, можно тут и в лодке как-то все это хозяйство. Если так вот только подзагнуть этот весь тростничок тут, все вот это, протащить сюда лодку, где-то тут ее зацепить, вот это все вот так вот тут подзагнуть, то, в принципе, место нормальное. Даже очень нормальное, я бы сказал, в плане закрытости, в плане маскировки. Вот так вот, если тут все это сделать, оформить, то прямо, ну, красота. Не хватает палета какого-нибудь, и вообще прям жить можно. Да, ребят, я, наверное, тут и останусь. Вон тут хвощ, тростник, красота. Ох, ветер какой холодный. Прям лицо уже обжигает. Ну, еще, конечно, не замороз. Да, куда-нибудь сюда, сейчас я чучела прям выброшу. Вот так вот, 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 вот Продолжение следует... 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 Здесь, в этих кустах, утка откуда-то слева покрякала, видать обозначила себя, и все, и сюда она не подлетела, не подплыла, возможно она там не одна, возможно это топора, которая вот ушла. Как интересно, да, ребят, я там продирался через эти заросли, через эту протоку, нашумел тут, будь здоров. А она отлетела только когда я вот тут вот выплыл, потому что она, да, и вот она оттуда покрякала, и все, и сейчас тишина пока. Ух ты! Две утки прошли, но я не видел, они вдоль тех камышов, и вообще, наверное, заря стрельнул. Да, они прям, ну я говорю, сектор обстрела, неожиданно. Ну, слава богу, ребят, залетала. Вот, вот здесь она. Вот там утка. Вот там утка. Все, все, все болото заговорил. Хочешь? Есть. В кусты, ребят, ну. Тряпка упала, но это пока еще не добыча, ребят, это, это ее надо будет искать. Вот я говорю, здесь хоть и закрыто, но вот эти кусты, примерно я понял, куда она шлепнулась. Ух ты! Это с большой воды стреляют. Вон она пошла. И опять, вот они две снялись, и пошли, вон они. Но как стрелять, они на чучела не сели. Опять краем туда. Ух ты! Это было очень неожиданно, ребят. Стая. Что здесь? Черков, наверное. Черки, да. Обалдеть. Цапля. Цапля прошла. Четверка, четверка прошла. Ну, тут стрелять нет, не вариант был. Может, надежда, что не срисовали, еще на круг зайдут и засядут. Сюда. Ребят, время без 28. Там, не знаю, вам видно, что не видно. В общем, темнеет прямо на глазах. Утка в основном осела вот в той стороне, там в дикой глуши, в крепи. Какая-то там еще справа крякала. Причем, я стрелял, она так, ну, чуть подальше стала крякать. Тут уже все, тут такой будет сектор обстрела. Может, тяжко будет стрелять. Я сейчас сюда поближе вылезу. Все, ребята, я буду сворачиваться, потому что уже, ну, ни черта не видно. Вот, сейчас лодку надо будет подкачивать. Баллоны под сдуло. Все это сейчас бинокль. Короче, в общем, сейчас я подозреваю, она где-то тут сидит еще, сейчас будет подниматься. Но нам это, нам сейчас надо будет найти убитую птицу и собрать чучела, потом продираться все это. В общем, свернусь. Сейчас выплывем, посмотрим. Сейчас я лодку только накачаю. Вот такая вот охота. Очень интересная, очень. Прямо так мне эта карта понравилась. Так, где-то здесь, что ли. Ну, конечно, кусты, ребят. Ну, сейчас найдем. Она где-то под берег шлепнулась. А, вот, по-моему, вон она. Хух, отлично. И не в кусты, главное. Повезу. Не, ну, обводов был шлепок. Нормально. Сейчас продеремся. Где-то вот, вот лежит. Ах, красота. Откуда наша не заносила. Сейчас дотянемся. Ух ты. О, ну-ка. Нет, это, это у нас утка. Это кряква. Это, ребята, причем, не, причем хороша кряква. Прямо шикарно, я бы сказал. Прямо красота. Вот, ну, одна, ребят, одна утка в лед. Причем близко. Такие дела. Так, слава богу, что нашли. Потому что здесь же вы, ну, понимаете, да, что это такое. Сейчас по кустам было бы лазить. Шлепнулась она хорошо. Где-то я, я представляю, они сейчас все сидят. Сейчас я буду чучела собирать, пока они все разлетятся. Вот так вот. Все, друзья, чучела собрал. Иду я к этому проходу сложному, на всех парах. Если бы только видели, на камеру сейчас ничего не передастся. Какое звездное небо красивое. Млечный путь даже виден. Я прям плыву под этими звездами. Ну, красота. И сейчас мне предстоит продираться вот здесь. Так, сейчас я задом иду, надо посмотреть. Да, 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 вот она протока. Ну, тут ничего не сидит у нас. Никакой утки. Она вся вот дальше, левее туда. Ну, сейчас будем продираться. Да, спать я буду без задних ног. Сегодня ночью. Опа. Да, весну где-то там в них. Совсем застрял. Выдернул. Ну, это, ребят, жить. У меня сейчас чуть-чуть осталось. Совсем немного осталось. И мы на воле. Но когда воды будет мало, здесь не продраться. Опа. Вот так вот. Фу. Вроде все. Сейчас полегче пойдет. Все, прямо, 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 прямо по каналу. Я на канале, ребят. Ну, все, тут, в принципе, плыть не так далеко. Слава богу, я на берегу. Вот так вот. Все отлично. Вот он, канальчик. Фу. Красота. Хорошо. Так, сейчас мы ружье первым делом на плечо. Так, плащ-палатка, рюкзаки, все это отсюда. Что ж, ребят, закончена очередная моя охота сезона 2020. И сегодня добыта вот такая замечательная утка. Это, друзья, кряква. Это не селезень, это утка. Прям такая хорошая, жирненькая утка. И вот это вот поистине, можно сказать, у меня такой трудовой трофей. То есть, сегодня была настоящая трудовая охота. И она, вот вознаграждение за нее. Одна утка, это лучше, чем ничего. Трудовая, потому что, ну, сами видели, место довольно труднодоступное. То есть, закрытое, все, как я и предполагал. И да, оно такое утиное. Она там осаживалась. Она уходила почему-то левее, осаживалась левее. Не знаю, с чем это связано. Но чучела, ну, не знаю. Как-то они их, конечно, видели, естественно. Но туда вот напрямую не подсаживались. Одна утка. Я когда уже лодку подкачал, уже начал шуршать, там шелестеть, хлюпать водой, она взлетела. И она взлетела, видать, где-то недалеко от чучела. То есть, она там сидела. Я даже не видел, как она туда, не услышал, не увидел, как она потемно туда, видать, как-то подплыла или подлетела, не знаю. Ну, скорее подплыла, потому что всплеска вот обвода, крыльев я не слышал. В общем, вот так вот, не знаю. Ну, как-то странно, да, чучела, не знаю. Вроде должны они были зайти, но все равно, как бы, ребят, все равно с полем, да. Вот, карта интересная и в плане стрельбы, и в плане охоты. Стрельба там на коротке. То есть, уже не стреляешь куда-то там по кислороду, где они там наверху пролетают. Какие-то четверки, двойки. То есть, да, такое уйти на место, учитывая, что все-таки прессинг сделал у нас свое дело, и утки тут стало значительно меньше. Где-то постреливали еще, ну, очень редко. То есть, охотников сейчас мало. Ну, хорошо с одной стороны, с другой стороны, конечно, хорошо бы, чтобы ее погоняли. Я буду дальше еще изучать. Это не крайняя моя охота, естественно. В следующий раз, ну, не знаю, попробую есть. У меня еще тут одна задумка. Тоже через каналы пройти, попробовать на большую воду. И там где-то зацепиться вот за косу на проходике, встать и выкинуть чучела на большой воде. Вот такой план. Там есть места, где встать, все. Может быть, я вернусь еще сюда. Но это место, безусловно, я запомнил. И даст бог. Может быть, в октябре попробую сюда вернуться. Или поеду в другое место. У меня друг, Миша, привет, Мих, тоже вроде как это самое. Там уже места какие-то наметил. Все, говорит, это самое. Давай в октябре попробуем, когда северка пойдет. Ну, ребята. И вот я, кстати, сидел и думал, да, вот так вот размышлял. Думаю, вот бы хорошо бы на утряночку сюда. Вот она по утрянке-то лучше летает. И, наверное, и садилась бы. Но вы сами видите, разведка. Нужно все потемно, чтобы видеть карту, видеть место, куда чучела, где тебе вставать. То есть нужно на это время. А с утрянки ты уже приезжаешь фактически на место, которое ты знаешь. То есть ты четко должен понимать, куда тебе плыть, как все выставить и как тебе там встать, сесть. В общем, ребят, наговорил уже, да, все с полем. Друзья, желаю вам большущей удачи по традиции. Ни пуха вам, ни пера. Выбирайтесь на охоту. Да даже просто вот так вот выплыть, физически потрудиться. Мы, охотники, еще и занимаемся физкультурой, что называется. Вот, и желанных вам трофеев. И пока увидимся.